Давний православный обычай. Чин освящения был совершен силами восьми священников кстовского благочиния. С Божьей помощью будет надежнее, убеждены верующие люди. В торжественной обстановке и с молитвой новый фок в минувший четверг был окроплен святой водой. Благочинный кстовского округа Алексей Ёлкин надеется, что это поможет всем светлым начинаниям, что задумано осуществить в его стенах. Вообще событие очень радостное и приятное в любом случае. Мы сегодня все вместе молились Богу и спрашивали у него благословения, для того, чтобы всякое дело, которое здесь будет предприниматься, оно было под покровом Господа. Молили Бога и просили, чтобы не было здесь никаких несчастных случаев. И надеемся, что наша молитва действительно принесет свою пользу. Важность проведения чина освещения для благополучия посетителей спортивного комплекса понимают и в городской администрации. На молебне присутствовали заместитель главы администрации города по социальным вопросам Олег Клешнин и руководитель управления спорта и молодежной политики Елена Собынина. Построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, который направлен на здоровое развитие населения. Поэтому я думаю, что с Богом, с освещением этого прекрасного здания, людей, которые здесь будут работать, я думаю, что здесь будет работать им, всем работникам гораздо легче. Ну и будет здесь витать дух Господь Бога. Ну а так вообще это по православному хорошей традиции. Вы же все знаете, что любое там новое начинание, всегда мы идем с Богом. Тяжелый дался нам этот ход, поэтому с помощью Бога мы его построили. Субтитры создавал DimaTorzok